МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. В Самаре подведены итоги конкурса «Учитель года» и в нашей студии преподаватель истории и общества знаний «Учитель года-2015» Сергей Кочерешко. «Говорим о том, каким должен быть учитель и какие функции, кроме образовательной, берет на себя сегодня школа. Ваши вопросы и, если захотите поздравления, озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните». Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Ну, примите наше поздравление. Спасибо. Как говорится, все мы всегда извлекаем уроки из всего, что с нами происходит. А какие впечатления остались у вас от участия в конкурсе и чем этот конкурс вам запомнится, и чем он вам помог? Ну, знаете, конечно, наверное, это все, всю бурю эмоций, которая вызывает этот конкурс, сложно передать, сложно описать и вообще сложно осознать, подобрав слова, потому что, наверное, самая главная из эмоций, которая была, это удивление. Вот мы, нас изначально в конкурсе было 34 человека, потом на втором этапе осталось 20, к самому финальному этапу осталось 6 человек, и вот даже когда шла репетиция церемонии награждения, мы не знали, кому достанется главный приз. И сердце стучало у всех, тем более я там был с прекрасными, с пятью прекрасными дамами, которые, я убежден, достойны этой награды во многом больше, чем я. И, конечно, главная эмоция, наверное, которую чувствуешь, это удивление, а уже после этого радость. Потому что, действительно, когда только полгода назад моя директор гимназии номер один, в которой я работаю, сказала мне, вы, Сергей, пойдете на этот конкурс, я, так сказать, я бы сам никогда не пошел на него, потому что я не знаю... Схромный человек? Я не знаю, нет, ну, чему может научить 25-летний юнец, учителей с опытом? А выясняется, что, наверное, учить-то ничему и не надо, а надо, может быть, как-то показать, как ты сам это делаешь. В общем, пока удивление, я до сих пор от этого еще не отошел. Так, я знаю, что раньше вы принимали участие в конкурсе «Будущее образование» и победили в номинации «Будущий министр образования». Скажите, у вас действительно есть такие амбиции? Нет, таких амбиций у меня нет, это дело было... Вы прям, я смотрю, пробили меня по всем возможным базам. Интернет. Да, в классе в 10-м был такой конкурс, когда я еще учился в Тольятти, и нужно было написать, да, действительно, образовательный проект, и вот какое-то там место я первое занял. Но амбиций таких нет. Я понимаю, что вот руководить образовательным учреждением и работать в нем простым учителем, этот труд совершенно разный, и я пока не знаю, что значит руководить образовательным учреждением. Я пока вполне доволен трудом обычного учителя каждый день заходить к детям и общаться с ними. Но вместе с тем вы возглавляете ассоциацию молодых педагогов, такая общественная деятельность. Скажите, а для чего? Вообще какие цели преследует эта организация? Ну да, тут... Зачем все это? Можно поздравить нашу ассоциацию с недавно прошедшим днем рождения. 27 февраля ей исполнилось два года. Ну и, так сказать, полтора из них мы достаточно активно работаем. Она была создана в первую очередь для того, чтобы помочь молодым учителям адаптироваться на новом рабочем месте. Потому что кто такой молодой учитель? Это человек, который по большей части только что закончил университет, он только что был сам студентом, сам писал лекции, а теперь он приходит в школьный класс, и он сам должен уже лекции, уроки вести. И он сталкивается с множеством проблем от самых бытовых, элементарных, какого цвета ручкой нужно заполнять журнал, до как строить отношения с детьми, как строить отношения с их родителями, как строить отношения со старшими коллегами, с администрацией. И вот в совокупности для решения этих проблем, для помощи в адаптации, это первая цель, да, была создана наша ассоциация. Однако с каждым годом и с каждым месяцем ее работы фронт деятельности расширяется, и также она служит для, так сказать, реализации творческого потенциала молодых учителей, потому что вот мы проводим два ежегодных традиционных мероприятия, они, я надеюсь, уже стали традиционными. Это, во-первых, такая метапредметная игра для детей со всего города, городская игра, которая называется «Россия в мире». Пишут вопросы только молодые учителя, проводят тоже только молодые учителя, при огромной поддержке департамента образования. И второе мероприятие — это фестиваль открытых уроков, который дают также молодые учителя на незнакомых им детям в другой школе, не в той, в которой они работают. Вот в прошлом году это было в гимназии номер два, за что большое спасибо ее администрации, ее сотрудникам, с которыми мы тесно взаимодействуем. В этом году, через пару месяцев, я надеюсь, у нас получится то же самое. Да. Кстати, вот извините, перебью. Если говорить о молодых учителях, то часто молодые как раз преподаватели сталкиваются с проблемой, что дети начинают их проверять и даже, может быть, как-то издеваться над молодыми преподавателями, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Вот у вас лично были такие проблемы, и в вашей ассоциации вы их как-то прорабатываете? Потому что когда человеку, вот вы рассказали, что вы работаете над этим, молодой человек приходит в школу, начинает работать и сталкивается с какими-то проблемами. Вот у вас это было? Вы через это прошли? Как вы начало своей деятельности вот сейчас вспоминаете? Что это было? Всегда радость или были все-таки проблемы? Проблемы есть всегда. Что там говорить? Мы живем, так сказать, не в идеальном мире, и, может быть, не всегда получается то, что бы хотелось получиться. Однако надо учиться на собственных ошибках, и действительно такие ошибки бывают. Если говорить о том, какой был первый урок, то, мне кажется, в предметном подходе у меня до сих пор все уроки ведутся так же. В этом плане, может быть, я так и не научился на собственном опыте. Хочется рассказать все, что ты знаешь, чтобы детям стало интересно, чтобы они потом пришли в библиотеку, открыли книжку и заинтересовались тем предметом, который ты ведешь. А вот по поводу взаимоотношений с детьми, для решения подобных проблем, хотя бы для теоретического решения подобных проблем, на семинарах, которые проводит наша ассоциация, мы приглашаем замечательных методистов, психологов из Центра развития образования и так далее, которые рассказывают, как выходить из самых простых конфликтов. Потому что дети разные, и родители все очень разные, и нужно строить отношения с каждым из них в индивидуальном русле. И какого-то универсального совета дать я не могу. Я помню один раз, когда у моего коллеги, молодого педагога, был небольшой конфликт с классом, я просто посоветовал ему, сходи на родительское собрание, просто поговори с ними, и ты узнаешь, что они хотят тебе сказать, и ты скажешь им, и тогда исчезнет вот эта игра в глухой телефон, а он сказал, а в дневнике этого нету, и так далее. Ну и в общем-то... Да, вот уважаемые телезрители, и может быть даже молодые педагоги, рецепт от Учителя года 2015, ходите на родительские собрания, и выясняйте все ваши проблемы. Вы сказали, что за полгода вас известили об участии в этом конкурсе, а много вообще было состязаний, конкурсов, этапов, которые предшествовали вот конечному итогу, и то еще не конечному, вы еще теперь пойдете на область, да, на областной... Да, мы все в шестером с моими очаровательными коллегами пойдем, да, представлять город Самару. Остальные все девушки, женщины. Вы один молодой человек? Ну, среди этого состава сложилось так, что да. Да, получается, все-таки у школьного учителя женское лицо, да? Вы с этим согласитесь? Ну, не знаю. Глядя на молодых педагогов, с которыми вот мне приходится взаимодействовать каждый месяц, я вижу, что мужчин становится в школе больше и больше, больше интересных мужчин. Это очень хорошо. Ну, вас... Потому что вот до вас приходили ваши коллеги, которые тоже становились учителями года, и они жаловались на то, что буквально выматывались при подготовке, что все это очень сложно, эмоционально и физически. А у вас подготовка прошла как? Легко и... Ну, это все действительно очень трудно. Во-первых, сам конкурс очень длинный. И вот, например, у меня отношение к этому конкурсу за последние полтора года очень сильно изменилось. Изначально я к нему относился очень скептично, потому что я думал, что... Ну, как это так? Каждый год какой-то человек должен открывать что-то новое в педагогике, извините, все давно изобретено и так далее. Но вот когда сам проходишь это изнутри и прислушиваешься к советам старших товарищей, понимаешь, что цель-то этого конкурса вовсе не открыть там что-то новое, а просто показать, как ты по-своему комбинируешь уже давным-давно известные приемы, методы и так далее. И, может быть, как ты вдохновляешь детей, как ты строишь отношения с ними. В конкурс входили самые разные испытания. Естественно, самое главное — это урок, который ты даешь на незнакомых тебе детях. Кроме этого, у нас был еще классный час, кроме этого, у нас еще был мастер-класс, конкурс, заочный этап, с которым все началось, это конкурс сайтов. Теперь, вы знаете, требования к учителю изменились за последние несколько лет. И теперь каждый, как нам сказали, каждый уважающий себя, считающий себя современным, учитель должен иметь собственный сайт. Кстати, он у вас есть. Он у меня есть, теперь есть. Благодаря этому конкурсу, кстати говоря, в том числе. А я хотела как раз спросить, а зачем вам сайт? Оказывается, благодаря конкурсу он возник. Ну, и теперь, будем так говорить, в нашей ассоциации пока нет сайта. Я, так сказать, использую свой для того, чтобы информировать о том, что мы делаем. Кстати, вот на этом конкурсе было еще не только профессиональное жюри, но и детское жюри. Это вот какая-то новинка, наверное, потому что раньше я про такое не слышала. Я хотела уточнить у вас, мнение детского жюри совпало в результате с мнением профессионалов. Или разошлись вот в вашем конкретном случае? В моем конкретном случае они совпали. Это хорошо было бы, ужасно, наверное, если бы дети думали одно, взрослое и другое. Вот, да. Я не знаю, если честно, сколько лет назад появилась такая традиция, но сам конкурс «Учитель года» в городе Самара проходит в 12-й раз. И, насколько я знаю, как говорили члены жюри, последние три года решение взрослого жюри совпадает с решением детского жюри. А вот сколько лет назад появилась традиция приглашать детей на этот конкурс? Я, если честно, не знаю, но мне кажется, это очень хорошая идея. Конечно. Потому что все-таки для кого мы работаем? Объективно. Работаем в первую очередь для детей. Да, главное, что это объективно. У нас есть сюжет с церемонией награждения. Я думаю, вам тоже будет приятно посмотреть на то, как это выглядело со стороны. Вы были участником конкретным. Предлагаю посмотреть сюжет, ну а потом мы продолжим разговор. Открытые уроки, мастер-классы, семинары, создание собственных сайтов. Профессионализмом и оригинальным подходом к образованию самарские учителя удивляют жюри. Педагог по экономике и географии 22-й школы Елена Попова в финале городского конкурса «Учитель года» на примере приготовления пирожков объясняла сложную тему экономические издержки. Ей и достался приз зрительских симпатий. Самое главное учителя это не просто дать знания, а подготовить наших учащихся в жизни, чтобы они были активны и умели применить эти знания в жизни. Конкурс профмастерства среди учителей проводят в Самаре более 10 лет. Лучшими становятся самые заинтересованные педагоги, которые буквально живут школой. А конкурс – еще один повод для вдохновения и поиска оригинальных образовательных методик. Лучших из лучших педагогического сообщества чествовали в Доме культуры железнодорожников. И очень важно, чтобы помимо образовательных стандартов, помимо знаний, которые вы даете своим воспитанникам, вы еще и кушали современным молодым людям, детям определенные стандарты патриота, что ли, гражданина нашего города. Очень важно, чтобы воспитывали душу ребенка, формировали его гражданские качества. Безусловно, образование является фаритетом. Это виды строков бюджета. Сейчас только что закончился комитет по бюджету. И вот была изыскана возможность главы администрации выделить дополнительные средства. Это более 100 миллионов рублей, для того, чтобы переводить наши образовательные учреждения в порядок. В этом году в конкурсе соревновались 34 учителя. В финал прошли шестеро. Помимо жюри, работу преподавателей оценивали и дети. Мнения совпали. Учителем года в Самаре стал Сергей Кочерешко, молодой педагог первой гимназии. На учителя истории действительно лежит огромная ответственность в плане воспитания ценностей. Я как раз стараюсь воспитать детей так, чтобы они ко всему относились критично. Не в смысле все ругали, а в смысле все подвергали тщательному анализу с двух сторон. Что положительного, что отрицательного. И на основании этого выносили собственное мнение. Все финалисты городского этапа станут участниками областного конкурса «Учитель года», где у них есть все шансы на успех. О высоком профессионализме педагогического сообщества говорит и то, что около 25% самарских учителей имеют награды государственного, регионального или городского уровня. Кроме школьных педагогов за победу в конкурсе «Лидер образования» награды получили лучшие воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Сергей Сергеевич, вы как учитель, вам важно что, дать школьникам вот эти исторические знания в первую очередь, или вам представляется важным что-то еще? Вот мы говорим о функциях учителя в школе. Потому что некоторые, наверное, вот зацикливаются на одном, и даже нет возможности что-то еще другое детям давать. А у вас какое представление? Ну вот вы знаете, мы, как, так сказать, педагоги обязаны соответствовать новым образовательным стандартам. Они сейчас вступают в свою силу уже в пятом, в шестом, в седьмом классе и так далее. Теперь на первое место выносится задача не дать готовое знание, а научить детей самостоятельно его получать. Но кроме этого, я вот лично... Вот смотрите как. Значит, чем я очень сильно благодарен этому конкурсу? Тем, что конкурс заставил задуматься, как действительно ты работаешь. Есть ли какая-то одна идея, которую ты несешь через каждый свой урок? И оказалось, что, ну вот, благодаря помощи моих коллег, моей жены, которая постоянно помогает мне во всем, и которая много моих уроков видела, все помогли мне сформулировать, наверное, мою основную идею. Идея заключается в критическом мышлении. Но не так, как его понимают в узком варианте, что это данная конкретная технология. А критическое мышление воспитать, ну, грубо говоря, научное мировоззрение. А научное мировоззрение, оно как критическое мышление опирается на доказательства и на самостоятельный анализ. То есть принять информацию на веру. Цель научиться распознавать, например, неверную информацию, научиться опровергать исторические мифы или обществоведческие мифы. Ведь мы живем с вами в 21 веке, в информационном обществе, огромное количество информации. Включите первый канал, там одно, включите «Эхо Москвы», там другое, включите «Украинский канал» или там BBC World, там совсем третье. И, наверное, что должен сделать в этой ситуации мыслящий человек? Сопоставить эти точки зрения и на основании этого принять свою собственную. А в детском возрасте разве можно это сделать? Вот понимаете, я работаю в пятых, восьмых, десятых и одиннадцатых классах. И, конечно, подход к детям в пятом и в одиннадцатом классе совершенно разный. Но начинать, конечно, нужно, как мне так кажется. С пятого класса или нет? Естественно, с пятого класса. Ну, не на такие глобальные темы, естественно. Но, например, в восьмом классе у меня есть та старая, добрая, может быть, еще советская традиция «Минутка новостей», когда первые пять минут урок общества знания кто-то из учеников, получивший за неделю до этого задания, выходит к доске и рассказывает любые три новости, которые запомнились ему и, может быть, его семье за последнюю неделю, и сам анализирует их, высказывает точку зрения. После этого мы выбираем одну и проводим голосование. Например, «За вы» или «Против». И действительно это вызывает, так сказать, у детей интерес и понимаешь, что через неделю, через полторы уже не один человек посмотрел новости, а двое. Уже они на переменках начинают обсуждать, что происходит в стране. Вот гражданское сознание. Да, да, да. Ну вот вы сказали, что это пример, так скажем, из советского прошлого. Раньше это было, и я вот даже помню сама это реально. А вы что-то придумали лично? Вот какая-то у вас такая есть идея, что вам кажется, что это вот вы принесли в педагогику такой, и что это вот ваша личная фишка, как учителя истории? Если честно, на такой вопрос ответить очень трудно. Какая-то такая вот идея новаторская, педагогическая. Нет, такого не было. Ну, конечно, вот. Вообще придумать новое в педагогике, да и в любой другой науке очень трудно. Скорее, опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, можно как-то причудливо и по-интересному сочетать уже имеющиеся старые вещи. Ну, как ваша коллега, допустим, вот она на примере булочек показывала экономические какие-то там формулы, демонстрировала, как выпекать булочки, вот там, что-то такое, а у вас такого нет интересного? Ну, это один из частных методов, которые Елена Викторовна применяет. У нее, например, есть еще замечательная система, она ведет экономику, и она, так сказать, внедряет такую полуденежную финансовую систему. То есть у нее там условные деньги, и если ребенок отвечает тему плохо, то он залезает в кредит и вынужден потом расплатиться на следующие контрольные работы. Я, если честно, не знаю, у меня, так сказать, из старого доброго, опять же, из старого доброго, только одна простая вещь. Я стараюсь при подготовке к уроку просмотреть как можно больше информации, чтобы найти какие-нибудь интересные факты, чтобы замотивировать детей. Не люблю это слово «замотивировать», но то есть пробудить у них интерес. Если им станет интересно, то… Ну не зря вы историк, вы прямо к истории все время апеллируете. Скажите, пожалуйста, вот, по-моему, это ваша цитата. «Думающих людей отличает критическое мышление, привычка анализировать происходящее вокруг, стремление к объективной оценке ситуации». Вот вы проговорили. Вот, опять же, вот, об историческом, об преподавании истории. Сегодня много проблем, даже вот на высшем уровне, федеральном, да, как преподавать уроки истории, чтобы они с исторической реальностью адекватно как-то вот все сходились, да, потому что история, как мне кажется, она тесно связана с политикой и с властью. Вот какой выход вы вот видите из этого? Подавать это все, как власть это воспринимает, и политика, либо вот действительно истинную картину, реальную исторических событий доносить? Вот вы какой консенсус для себя нашли? Далеко не во всех ситуациях, будем говорить прямо, позиция официальная расходится с тем, что историки признают истиной. Понимаете, у нас сейчас движение в исторической науке идет, так сказать, во всяком случае, в преподавании истории, кунификации. Я намекаю на единый учебник истории, который вот все время готовится, вот-вот может быть принят. Но даже в нем выделены, так сказать, наиболее острые и нерешенные вопросы. Правда, их, на мой взгляд, недостаточно много. И я несколько раз просматривал, и я так и не заметил среди этих острых дискуссионных вопросов, к примеру, проблему отмены крепостного права в России. Куда же без нее? Я считаю, что выход из этой ситуации простой. Все-таки учитель истории должен быть человеком самостоятельным, на мой взгляд. Он должен придерживаться обязательно программы, он должен придерживаться там, кодификатора ИГЭ, то есть он должен давать определенный набор знаний. Он должен воспитывать патриотизм, безусловно, гражданскую позицию. Но вот то, как он это будет делать, я полагаю, что это должен быть исключительно его выбор, как и выбор преподавать любого другого предмета. Да. Вот воспитание патриотизма, вы упомянули, это тоже сегодня одна из больных проблем, которая вот стала какой-то неоднозначной. По-разному относятся люди к патриотизму, к самому понятию. Вот у вас какое мнение, как нужно у детей воспитывать вот это чувство любви к родине? Вот вы конкретно как это делаете? Это такой очень трудный, действительно и больной вопрос. У меня здесь есть одна достаточно четкая позиция. Мне, я убежден, не мне кажется, а я убежден, что патриот это не тот человек, который лакирует историю своей страны. Патриот это тот человек, который за определенные моменты радуется в истории своей страны, а над определенными моментами своей страны, может быть, плачет или грустит. Потому что не бывает стран, у которых только белая история, не бывает стран, у которых только черная история. И нужно уметь, может быть, признавать исторические ошибки, уметь признавать негативные моменты в своем прошлом. Радищев патриот написал «Путешествовать из Петербурга в Москву», ужасные картины дворянской жизни, издевательства над крепостными. Да, патриот. Декабристы-патриоты, выходившие на Сенатскую площадь с требованием отменить крепостное право, сменить монархию республикой, они выступали против, с одной стороны, против царствующего императора, но у них душа за Родину болела. Да. Понимаете, понятие патриотизма очень трудное. То есть, я вас поняла, это не то, что все у нас хорошо, и мы молодцы. Нужно на все смотреть объективно и видеть свои промахи, и плюсы, и так далее. И переживать за свою страну, конечно. Вот тогда это патриот. Еще есть такая тема, роль личности в истории. Мне хотелось бы вот к нашему времени сегодня обратиться. Вы сегодня какие, как историк, видите такие знаменательные личности, на которые бы вам хотелось обратить внимание, и которые вам интересны вот сегодня? За кем вы следите? Вот в таком вот, в разрезе историческая личность? Вы имеете в виду... Они войдут в историю потом, сегодня они уже становятся историческими. Общероссийский и общий мировой масштаб? Да, наверное, в российском все-таки. Ну, вы знаете, трудные вопросы вы сегодня задаете мне. Ну, историк к нам пришел в гости. Среди сложных и трудных вопросов. Я, как человек, воспитанный в Самарском государственном университете, наверное, скажу, что я в первую очередь слежу за современными деятелями культуры и современными деятелями науки. И я не знаю, войдут ли они, конечно, в мировую историю, но то, что их имена войдут в историю мировой науки, это точно. Да, понятно. Например, если говорить о всероссийском уровне, то это замечательные профессоры, ну, к примеру, высшей школы экономики, в которой мне не так давно удалось побывать. Например, там, историк Игорь Данилевский. Приходишь на его лекцию, и после этого загораешься. Вот уж человек, который может вдохновить. Потом приходишь к детям, начинаешь рассказывать то, что он говорил. Вдохновленный им. Да, вдохновлять их. Хотя, может быть, и споришь с ним, и так далее. Да, 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 да. Вот интересно. Вообще, мы сегодня живем, конечно, в очень интересное время. Как историку, как историк вы все это прекрасно понимаете. А как вы можете охарактеризовать вот нашу эпоху? В какое время мы живем? Потому что мы постоянно говорим, у китайцев переняли, да, эпоха перемен, время перемен. Как трудно жить в эпоху перемен. Вы, как историк нашей сегодняшней действительности, как можете охарактеризовать наше время в России? Что здесь важно? Самое важное? Самое ужасное заключается в том, что, если говорить об истории, то я, например, как и многие мои коллеги, не считаю, вот, например, учебники написаны по истории 20 века историй. Потому что не все архивы открыты, не все документы известны и так далее. Историю интересует прошлое. 20 век еще не ушел в прошлое. Мне кажется, 19-й ушел, 20-й, тем более 21-й, не ушел. Так что не ко мне, наверное, тут надо, к политологам, к социологам. Но то, что у нас каждый раз эпоха перемен, это вы, конечно, правильно подметите. Да. Ну вот вы преподаватель истории и такая приставка общество знания. История понятна. А вот что несет общество знания детям? И вы, как преподаватель, учитель, какую задачу именно вот в этом предмете видите для себя общество знания? Что это? Почему оно важно? Ну, вообще, общество знания представляет собой такую совокупность социальных наук. Раньше называлось общество ведения, то есть это очень трудный курс. Кстати говоря, общество знания – самый популярный предмет из необязательных по ЕГЭ. То есть там каждый год в Самарской области 16 тысяч детей сдают ЕГЭ, из них 8 тысяч сами выбирают общество, потому что вузы требуются, в первую очередь. В этом году по обществу самый высокий проходной балл из всех экзаменов 42. Но оно состоит из, например, политологии, экономики, культурологии, социологии. Какую здесь надо ставить цель? Ну, надо ставить, как обычно, три цели. Во-первых, предметную, во-вторых, метапредметную, в-третьих, личностную. Если говорить о предметных, то, например, научиться ребенка разбираться в современных экономических реалиях и там объяснить, что означает рациональное поведение на рынке труда, вплоть до того, какую профессию стоит выбрать, заканчивая 11 класс, в какой вуз, на какую специальность пойти, изучив, например, спрос и предложение на современном рынке труда, совершенно важные предметы? Или такой элемент курса общественного знания, как право? Какие права, какие обязанности у тебя, как гражданина перед этой страной? Какие ты имеешь конкретные права и обязанности в повседневной ситуации, заключая сделку, продавая квартиру? То есть это предмет, который полезен в повседневной жизни. Понятно, что, может быть, там культурология более оторванная от жизни, но очень полезный предмет. Да, Сергей Сергеевич. И очень трудный. Да, да, потому что, да, вот даже само название предмета, да, общество знания, оно сразу тебя как-то куда-то направляет и непонятно вообще, как во всем этом разобраться. Хотел... Если можно, вы знаете, вот общество знания, в чем его очень важная особенность, это просматривается по ЕГЭ последних лет, там появляются такие вопросы, о которых нет ни в одном учебнике, и отвечать на которые должен ребенок сам. Ну, тут же рождая мысль, например, два года назад по обществу в ЕГЭ был вопрос, какими, назовите три меры, которые помогут людям с ограниченными возможностями удобнее участвовать в судебных заседаниях. Вот этого нет ни в одном учебнике. И ты должен был догадаться до того, чтобы там поставить пандусы, например, или разрешить электронную подачу заявлений в суд и так далее. Некоторые дети, правда, вместо слова панус написали трамплин, но бывает так. Да, вот я хотела как раз спросить у вас, лично вы для себя, как выбрали вот эту профессию? Потому что, вот вернемся к тому, что хоть вы и не согласны, что учители, у школы женское лицо, но все-таки там немного совсем мужчин. А вы вот почему вот на этот путь профессиональный встали? Вы потомственный педагог? Или нет? Или вы первопроходите? Ну, моя прабабушка работала в школе, еще в 30-е годы моя бабушка работала, но моя бабушка работала в профессиональном образовании. Я, если честно, начал подражать еще своей первой учительнице, которая меня маленьким взяла в 96-м году в первый класс, Нина Васильевна Ржанова. Если честно, вот после школы и участия в университете я и не особо представлял себе какую-то другую отрасль, где бы я смог работать. А на пятом курсе, вот мне кажется, в жизни, да и в истории, велика роль случайности, которая может быть на самом деле это и не случайность, на пятом курсе нужно было выбирать школу, куда пойти на педагогическую практику. Университет дал мне возможность пойти в первую гимназию, я пошел в первую гимназию, и там пять недель я там был, после этого директор вызывает меня к себе и говорит, ну, Сергей Сергеевич, хотите поработать? Я говорю, а что бы и не поработать? И вот вроде как работаю до сих пор и получаю от этого удовольствие. Вот давайте ответим на вопрос, который мы анонсировали в начале, каким должен быть учитель сегодня, вот ваше видение, каким должен быть учитель? Я думаю, что учитель должен быть в первую очередь, вот опять, нет какой-то универсального средства или рецепта на все случаи жизни, поэтому учитель должен быть разнообразным. В разной ситуации реагировать по-разному. Опять же, нельзя одну и ту же технологию, например, какую-то одну выбранную тобой протаскивать через все свои уроки, дети разные, пятый, восьмой и одиннадцатый класс, темы разные, предметы разные. Учитель должен уметь адекватно реагировать на самые разные ситуации, которые у него происходят. Вообще, вот мне так кажется, что о школе есть два мифа, которые очень распространены в обществе. Первый из них такой, может быть, это пережиток прошлого, что школа – это что-то очень скучное, это ситуация, где в тишине скучающие дети за партой, напротив них учительница что-то там сама себе рассказывает, пишет на доске и ставит двойки, потом ничего не происходит. Это неправильно, сейчас все совершенно не так. Второй миф, который есть о школе, он уже более современный, и он раскрыт в таких, там, сериал «Школа» или, например, фильм «Все умрут, а я останусь», «Класс коррекции», смотришь эти фильмы и понимаешь, что неужели это действительно так. Я когда давал уроки в других школах и готовился вот к этому конкурсу, я после, там, например, этого урока, оставаясь с детьми, спрашивал, вы эти фильмы видели? Действительно так, действительно все так плохо? Они говорят, да нет, конечно. Да и по лицам их видно, что нет, конечно. Понятно, что бывают ситуации разные. Разные школы, да. Но вот эти два мифа о школе, они сейчас далеко не соответствуют действительности, и каждый самарец может зайти в школу, где учится его ребенок, или где будет учиться его ребенок, и посмотреть, какая школа современная. А вот преподавание в гимназии чем-то отличается от преподавания в школе? Истории или нет? Или это все по одной программе идет? Как вот это все выглядит? Ну, вообще говоря, в рамках нормативно-правовых актов образование должно быть одинаковым в любых учебных заведениях. Но, чего греха таить, в гимназии мы стараемся, пытаемся дать немного больше знаний, из-за этого родители иногда боятся. Да. Не заинтересованы. Вы много требуете от наших детей, но я думаю, что полезно. Ну, это правильно, это полезно и правильно. И еще с одним событием я хотела бы вас сегодня поздравить с рождением вашей дочери и спросить, как вы ее назвали. Да, ну... Это, конечно, у вас такие события... Все, все, все в моей жизни произошло за две недели. Счастливые моменты. Действительно, 27 февраля моя жена... Привет, моей жене любимой Екатерине Владимировне. Кстати говоря, учительница английского языка, гимназии 133, именно благодаря ассоциации, мы с ней познакомились, родила мне дочку Елизавету Сергеевну. А я хотела спросить, связано ли это имя с какой-то исторической личностью? И как только вы произнесли Елизавета, я поняла, что Хорошее, доброе, старое, благородное имя. Да, ну, Сергей Сергеевич, еще раз поздравляю вас со всеми вашими удачами, успехами и победами. И удачи вам на областном конкурсе. Не останавливайтесь на нем и проходите в российский. Мы будем за вас болеть. Спасибо большое. Спасибо за то, что пришли, рассказали о преподавании истории и общества знания. Удачи вам, всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин